Всем привет, мои дорогие зрители! Я бегу на работу. Сегодня вторник, 13 апреля, и утро не задалось. Видимо, не только у меня. Новостные ленты пестрят о том, что Турцию прикрыли до 1 июня. Новость, конечно, не есть хорошая. Те, кто планировал отдых, конец апреля, май. Я очень вам сочувствую, наберитесь терпения, как говорится. Но здесь, я думаю, что политическая уже подопрёка больше всего, чем вот эта эпидемиологическая обстановка. Нет, она, конечно, может, там и сложная, но турки делают всё для того, чтобы отдых туристов был безопасный. Привили уже всё, я не знаю, от директора до дворовой собаки. Это так. Даже своим гражданам не разрешают выходить из дома, лишь бы только туристам было хорошо и комфортно. Но, видимо, наши дамы из правительства, их это не устраивает. Грядёт туристический сезон, летний сезон в Крым. Надо что-то делать. Ну вот, видимо, планировали что-то как-то на лайте. Я не знаю, чтобы туристы отказывались там. И двухнедельный карантин после посещения Турции. И, значит, повторный тест. Надо остановиться. Повторный тест через неделю по приезду с Турции. Но как-то вот не могли прийти к общему знаменателю. Новостные ленты Дзен пестрили уже с 9-го числа, что 10-го будет заседание вот этого оперштаба. Всё как-то откладывалось. Всё как-то опровергалось. Ну вот, в понедельник, видимо, чтобы совсем не огорчать, что понедельник день тяжёлый, решили во вторник всё это выложить. То есть, тут ещё и Эрдоган подосрал, я могу сказать, с какими-то заявлениями о Крыме, о продаже беспилотников Украине. Ну, и решение пришло, само собой, закрыть Турцию. Ну и хотя бы закрыть её на месяц Рамадан до 1 июня и щёлкнуть по носу того же Эрдогана. Я не знаю, может быть, это там вся политическая, конечно, составляющая в основном. Я думаю, что да. Что будет с путёвками? Кто планировал на май? Ну, миленькие мои, я так вам сочувствую. Вы просто не представляете. Ну, что делать? Сегодня, как её называют, Дагузова тоже вещала в новостях, что переносите на более поздние сроки, либо меняйте направление. Простите, у нас какой-то выбор есть, что вы нам предлагаете менять направление. Ну, во-первых, люди планировали отпуска. И тут вы, значит, вот просто одним розчерком пера нарушили все планы. Да у людей истерия уже начинается. Я не знаю. Это, наверное, только на Западе там какие-то митинги, протесты. У нас-то этого не будет 100%. Ой, это вообще, это вообще сегодняшнее, вот это заявление, это было вообще какой-то шок для меня. Ну, хотя сегодня мой муж, он такой, знаете, как сказать, что ты говорит это, кипишуешь. Тебе что, завтра лететь, или в мае лететь, или в июне лететь? У тебя август. Отпусти ситуацию, не думай об этом, и все придет. Ну, посоветовать тем, кто летит в мае, об этом, конечно, я не осмеливаюсь, потому что они тупо уже не летят. Переносить на более поздний срок, ну, ребята, делайте все возможное. И опять же, что у нас опять может произойти? Положить на депозит, и непонятно, когда получить деньги. Ну, вот такая вот херня творится в этом государстве. Я просто в шоке. У людей, наверное, скоро будут нервные срывы. Уже скоро все психовать начнут, и я не знаю, что будет. Ну, нашему государству на нас плевать. Голикову заботит благосостояние и здоровье наших граждан. Ну, я не знаю, психическое здоровье у многих, наверное, уже подорвано за этот год. А с другой стороны, помогите детям, которые больны раком и прочими там заболеваниями, где только смс-сообщениями выпрашивают у людей деньги. Благотворительность. Я ни в коем случае не против этого. Но раз вы заботитесь о нас, так вы помогите детям. У меня сегодня вообще какой-то, говорю, не задался день. Вот такие дела. Я надеюсь, что нас это обойдет. Но, конечно, не завидую тем, кто у кого майские праздники или отпуск май, конечно, уже, грубо говоря, похерен. Больше не назовешь. И знаете, тут приходят слова нашего великого русского поэта Федора Тютчева. Умом Россию не понять. Оршинам общим не измерить. У ней особенное стать. В Россию можно только верить. Не знаю, только остается верить и все. Вот такой небольшой выпуск. Всем спасибо и всем пока. Терпение, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok